На уходящей неделе Государственная Дума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья в России. Граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию, смогут теперь воспользоваться им без ограничения срока. А это коснется проживающих в аварийных домах людей. Это бывшие ведомственные общежития, которые не были в свое время переданы в муниципальную собственность. И жители, конечно же, военных городков. Поэтому вот эти все категории, они смогут воспользоваться правом приватизации уже теперь уже бессрочно. Во втором чтении принят проект закона об усилении административной ответственности за плохие дороги. Большие штрафы будут грозить теперь за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве дорог, их реконструкции, содержании и ремонте. Законопроект предполагает усиление административной ответственности, как я уже сказал. Но теперь в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, то есть без последствий, то предполагается штраф на должностных лиц, которые за это отвечают, до 30 тысяч рублей, на юридических лиц до 300 тысяч рублей. А вот если такие действия, ну, чаще всего это бездействия, повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, то есть если вред здоровью причинен, то должностное лицо уже будет нести ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей, а юридическое лицо, то есть организации, до 500 тысяч рублей. Партия ЛДПР внесла в Госдуму проект по праву к закону об основных гарантиях избирательных прав, согласно которым непарламентским партиям запрещается выдвигать своих кандидатов на президентских выборах. Для нас главное дать возможность большим игрокам, тем людям, которые могут получить, не имеют уже ресурсы для проведения больших крупных выборов, имеют знания, навыки. И самое главное, партии, которых знает избиратель, выдвигать своих кандидатов. Это будет честно, это будет правильно, потому что люди без рода, без племени, когда пытаются играть в президентские выборы, это выглядит смешно и неестественно, и это неправильно.